Здравствуйте, друзья! Сегодня будет самая высокая мотивашка, потому что снимаю её в самолёте. Да-да-да, именно так. Немножко поделюсь видами. Как же это красиво! Как же это красиво! Просто передать словами, от этого никогда не встаёшь. Устаёшь. Время как будто останавливается, и ты просто пропадаешь, проваливаешься между часовыми полисами, временами и так дальше. Уж несколько дней хочу что-то записать, и никак не сяду. Как-то стало ленивее, что ли. Кажется, что вы всё так понимаете, поэтому не хочется ничего записывать. Но в то же время понимаю, что это неправда. Последние несколько дней я провёл в Майами с родными людьми, и действительно я заметил, как сильно влияет на нас наше окружение. Я постоянно об этом говорю. В то же время мы иногда сами забываем о том, что мы говорим, да, поэтому сделать такой контраст. Уехать в более спокойный Майами было очень классным подарком. Честно говоря, было тяжело успокоиться, потому что настолько привыкли к виду Нью-Йорка. Движение, движение, работа, работа, заработки настолько это да, это вы даже не представляете. Когда ты приехал, ты прям волнуешься, не можешь успокоиться, потому что знаешь, большая ответственность, и так дальше много чего нужно сделать. Это очень плохо. Нужно научиться очищать свой операционную систему, да, операционную систему немножко очищать и отдыхать. Отключить телефон, всякий инстаграм, имейлы, просто провести время здесь и сейчас. Вот, поэтому я немножко был в шоке, что я был в таком напряжении, вроде бы такой духовный осознанный человек. В то же время реально замечаю, что не дают расслабиться, очень много раздражителей. И что еще будет, что чем больше знаний, тем более больше ответственности, да, поэтому много работы. Пристоит много работы с собой в первую очередь, а потом с другими людьми. Чувствую, что созрела какого-то нового этапа, и пора подниматься, пора подниматься, пора двигаться дальше, пора брать на себя. Новая ответственность. Вот. Жизнь гибит. По сравнению с прошлыми месяцами что-то поменялось. Но ответ, наверное, такой, что мы, как всего, привыкаем. И то, что раньше было, вау, ух ты, сейчас стало нормальными показателями, и нужно теперь идти на новую вершину, чтобы опять поймать этот момент, вау. Вот. Когда это пугает, а потом, когда ты раскладываешь по полочкам, поднимаешь, ага, я просто привык, все нормально, все идет своим чередом. И пора покорять новую липу. Вот, немножко уставший, но я думаю, это нормально. Как-как, у нас постоянно высасывает энергию, и организму нужно отдыхать. Поэтому иногда он дает сбой. Вот, интересный опыт был в катании на машинке. Chevrolet Camaro, известная машинка с фильма Transformers, который я, к сожалению, не смотрел. Ребят, покатавшись на этой машине, настолько круто себя почувствовал. Никогда особо не стремился к машинам, и не думал, что она у меня будет. Но, проехав на этой машине, о май гад, как это круто, но так, это не передайте. Это просто такой комфорт, чувствуешь себя божественным. Вот, поэтому, совет, конечно же, пробуйте дорогие, хорошие, качественные вещи, не отказывайтесь себе. Понятно, что хочется экономить, и все остальное. Иногда нужно рассчитать рамки и попробовать себя в других сферах жизни, и так дальше. Что бы я еще сказал? Что бы я сказал по себе еще? Побольше слушать себя, напоминать, кто ты, что ты, зачем ты здесь. Не давать негативу. Захватывать борозды управления. Ну вот, репточки, я пошел отдыхать. Ничего толкового не хочется сказать. Больше так не вник, что ли. Но, что-то вы для себя возьмете. Потому что жизнь, это верхний сверхъезд, и всегда так есть. Будет ядно хорошо. И боль, и не удача, ты самый прекрасный учитель. Я их очень-очень люблю. Так что до встречи, и скоро увидимся. Пока.